Знаете ли вы, что такое маргиналии? Это заметки на полях книги или боковики. Но есть еще и переносное значение. Это короткие замечания, короткие ремарки, касаемые чего-либо. Из сегодняшнего дня я ввожу на своем канале рубрику маргиналии, где буду очень коротко высказываться на какие-либо темы, без долгих размышлений, без умозаключений. И первый животрепещущий вопрос это «В» или «На». Потому как малограмотный тупой Охлас в последние годы начал произносить «В Украине» и «На Донбассе». Это неправильно. Вы дураки. Вы глупые дураки. Запомните. «На Украине» и «В Донбассе». Почему? Обратимся к краткому топонимическому словарю. Этот словарь вышел в 66-м году в Москве в издательстве «Мысль». Открываем букву «У». Я уже сделал закладку. И читаем. «Украина». Название «Украина» возникло в XII веке. Упоминается в эпатевской летописи, но с иным территориальным содержанием. Слово было «нарицательным», означало «пограничную территорию» из основы «край», то есть конец, граница, современная русская «окраина». Следовательно, мы должны произносить «на Украине», то есть «на окраине». Не «в окраине», а «на окраине». На Украине. Теперь, что касаемо «на Донбассе». Что такое «Донбасс»? Опять заглянем в краткой топонимической словарь на букву «Д». Донбасс. Донецкий бассейн. Каменно-угольный бассейн. Назван по гидрониму «Северский Донец». Но гидроним нас не интересует. Нас интересует слово «бассейн». Мы не можем же ведь сказать «на бассейне». Мы должны произносить «в бассейне». То есть запоминайте. «На Украине», «в Донбассе». Если вы говорите по-другому, значит вы малограмотный кретин.